Приветствую вас! Только что вернулся с канала Прямый. Это канал, который сделал Гонопольский киселек. Говорили, без Гонопольского сразу говорю, говорили про цены. Ну так, мелочь, это такая тема зажжеманная. Ну вспомнили, знаете что? Возможно кто-то читал, что одно английское издание сделало рейтинг столиц мира и Киев попал в десяток худших столиц мира. То есть там наши соседи Карача, Лагос, Триполи, по-моему. Ну естественно тут Кличко очень обиделся и пригласил редактора этого издания в Киев, чтобы показать, что Киев это европейская столица. Я живу в Киеве, имею полное право сказать свое предвзятое мнение. Нет, Киев не европейская столица. Даже не близко. Я говорил, что я недавно был в Полтаве, ну Полтава на порядок лучше смотрится, чем Киев, серьезно, я не шучу. Если сравнивать с европейскими столицами, ну что я вам скажу? Понимаете, я скажу, то вы знаете, что я скажу. Я обожаю Дикую Азию. И я горжусь, что Киев не близко не похож. Ни на Варшаву, ни на Берлин, ни на Париж. И не надо. Киев должен быть, как, ну скажем так, настоящий азиатский город, дикий азиатский. Карача замечательно. Катландузе, вот мы, вот мы должны быть такие. По этой причине я просто обожаю, обожаю. Идешь по Киеву, куча мафов, диких базаров. Вот это жесть. В Москве мафу не найдешь. Позорище, позорище. Минск, это вообще страшно. Ну как можно жить в городе, где нет мафов, где нет торговли с асфальтом. Дикий, дикаривый какие-то. Киеве другое дело. Идешь. Класс. Причем пробки, ну это вообще замечательно. Замечательно. Да, да, пробки действительно в Берлине есть, но в Киеве, это шедевр. Знаешь, идиешь по улице. Идешь, я же пешком иду. Такая пробочка на всю дорогу. Аж душа радуется. Знаете, в Киеве есть несколько точек, где позорище нужна эстакада. Позорище. Причем это в Киеве, что все знают, говорят, у нас мэры меняются, каждый новый мэр приходит, говорит, я построю эстакад. Мэр одет эстакад, и тоже нет. Деньги списали. Сейчас Кличко у нас активно начал дороги строить. Ну вы догадываетесь. Вроде, аж и, значит, там, где дороги нормально, они прикладают. А те, которые действительно убиты, эти не тратят. Но это бывает. Вообще, мне ужасно нравится, что в Киеве довольно много ям. Шикарно. Ну, подробно еще, каим будет, знаете, называется, придумывайте, замечать, какие ямы. Мя! Какая машина, танк не пройдет. Вот это я понимаю. Вот говорите, Порошенко постоянно боится, что танки, Путина будет кивить. Чебуха, они застрянут. Ах! Какие танки. Это тоже замечательно. Мне нравится, знаешь, идешь, куча мусора, потом эти бачки, мусор разваленный, ямы. Вот это я понимаю. Вот это настоящая столица. Вот такая столица Украина должна быть. Настоящая, азиатская, чтобы человек приехал и не плевался, как в Берлине, пришел вот это чисто, аж противно. Хотя в Берлине тоже мусорники, но в нас приходишь, но это же прелесть. Вообще, если верить одному ему очень старому казахскому знакомому, он когда-то сказал очень умную мысль. Ну, если тебе напял, ты пьешь чай, тебе напял, села муха. Зачем ее догонять? Поддул, она слетела. О! Вот это я по-моему, тюркская. Действительно хорошо мусорник. То же самое, идешь ты по улице, идешь ты по Киеву. Мусор. Че ты мешай, ножка бросил, идешь дальше. Че ты выпендриваешь? Зачем тебе чисто? Это же хорошо, когда грязь, когда мусор. Это же вот это настоящая столица. Вот именно вот такой Киев мне нравится. Не дай Боже, не дай Боже, он будет такой, как Ташкент. Ташкент, ты что, мафом нет, чистота ужасная, фонтаны работают, зелень. О, ты что, кошмар. Ну, тоже интересная ситуация. Очень, правда, давно, когда так получилось, с Акадзиа ехал с Борисполя, а там был французский архитектор. Я говорю, ужасно давно был. И, если вы знаете, с Борисполя едешь, вы проезжаете сначала в Позняки, в Сокарки, такой, жиломассив. Там очень много высотных домов и так дальше. И вот этот французский архитектор говорит, это у вас район социальное жилье? Ну, честно говоря, они не совсем правильно поняли, а потом, ну, он объяснил. Оказывается, в Париже тоже есть такой район, где очень много высотных. Оказывается, у них, когда социальное жилье строят, то очень плотно строят дома. Но считается, что социальное жилье здесь, ну, оно, конечно, как бы уступает нормальному жилью. Вот он посчитал, что у нас здесь социальное жилье. Он еще троечное не видел. Супер социальное жилье. Да, у нас действительно нет чая-на-тауна, спорить не буду. В Лондоне видел, да, у нас нет. Хотя некоторые говорят, вот, троечное. Но, в принципе, все замечательно. Так что, напрасно, Кличко обиделся. Я считаю, что это очень хорошо, что Киев, наконец-то, сравняли с Лагасом, ну, это столица Карачи, замечательно. Вот Картманду, не знаю, тоже очень похож. Вот это, я понимаю, вот это, а, Дака, столица Бангалдеша, железная. Вот это есть цель, когда приходишь, смотришь, шикарно-азиатщина. Ну, единственное, нету татарских этих, юрт, еще в юртах татарских, все. Вот это да, вот это настоящее. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok